Видео создано при поддержке VoteJP И всем ни хаоу! Спасибо всем, кто продолжает смотреть мои видео По спецзаказу я решил сделать видео про PvP ткача туманов в реалиях патча 6.2.2 Сразу же перейдем к основным способностям и их использованию в PvP Успокаивающий туман, иными словами дешево и сердито Поддерживаем на цели, если больше нечего делать При поддержании успокаивающего тумана мы можем мгновенно использовать наши окутывающий туман и благотворный туман При большом скоплении целей вешаем заживляющий туман и хилим духовным подъемом Далее гайд следует разделить на две части, так как PvP у нас подразделяется и на арены и на батлграунды Ворлд PvP я рассматривать не буду Итак, выбор талантов для Ариан Тир 15 Тигринное рвение, которое позволит нам диспелить фризы, либо просто быстро бегать Тир 30 Сфера Дзен, являющая замечательной хилкой В то время как вы будете отпиваться за ящичками, ваш союзник будет хилиться сферой Сферу Дзен следует развешивать и на себя, и на своего союзника, так как по окончании своего действия она взрывается и выхиливает вам достаточное количество здоровья Тир 45 Накапливаем ци и моначай за счет отвара ци Тир 60 Несущийся бык или круговой удар ногой, что вам больше нравится, и все же я беру быка Тир 75 Зависит от сетапа противника Если у противника преимущественно физический урон, берем смягчение удара И соответственно, если магический урон, берем распыление магии Распыление используем с умом, так как можно диспелить себя злые дебафы и перебросить их на противника Тир 90 Выбор падает только между Сюэнем, который будет неплохим бурстом, если вам нужно кого-нибудь сразу замесить И вы будете помогать бить врагов своими кулачками Плюс он достаточно хорошо выхиливает нас Либо Ципалет, который позволит хилиться на лету и ускользать от лав врагов Тир 100 Я использую стандарт Водоем туманов Выбор талантов для батлграундов Тут стоит лишь только заменить сферу дзен на волну ци, и то не во всех случаях Несущийся бык будет не так профитен, как круговой удар ногой Так что его тоже следует заменить Распыление магии во всех случаях будет лучше Так как на батлграундах очень часто встречаются и маги, и присты, и локи, и прочая херня Ципалет отлично подходит для БГ Выбор символов для арен Первым делом берем символ дзен концентрации, позволяющий нам хилить без проблем Затем я советую взять символ свободного кувырка Он позволит нам уйти от преследования противника И третьим символом я всегда беру символ детоксикации Любой из двух Я использую тот, который восполняет 4% здоровья при диспеле Тут уж на ваш вкус Далее рассмотрим символы для батлграундов Я беру символ заживляющего тумана Символ свободного кувырка И последним можно взять символ быстрого кувырка Или любой другой на ваш вкус Обязательно соберите 4 куска пвп сета Чтобы беспроблемно кастовать наш самый офигенный сейф Исцеляющий кокон Каждые 45 секунд Из тринник забираем себе медальон Добавляющий универсальность Плюс берем тринничку добавляющую универсальность И дающую прок к интеллекту Главное собрать 2 тринкета Дающие бонус комплект Минус 15% входящего по нам урона Из оружия берем посох на хаст и мультистрайк Все вещи преимущественно собираем на мультистрайк и крит Не увлекаемся хастой и духом Универсальность будет одной из наиболее важных характеристик Весь шмот успешно фармится на ашране и светилище гладиатора На вас просто валятся горы шмоток необычного уровня 620 и лвла в пве и 700 в пвп И редкого уровня 670 в пве и 715 в пвп Более того, за успешное выполнение задачи на ашране вы можете гарантированно получить 730 пвп шмоточку эпического уровня раз в неделю Не советую ходить голым на бг, дабы не портить другим игрокам настроение А сейчас посмотрим весь пвп процесс Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok